Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Как наше тело рассказывает о психологическом здоровье, как сбалансировать энергетику души и тела и как к этому относятся доказательная медицина. Поговорим о кинергетике. А со мной в студии психолог, сертифицированный специалист по кинергетике, между прочим, первый в Самаре Зоя Немирова. Зоя, здравствуйте! Здравствуйте! Я правильно вас представила? Да. Расскажите, что же такое кинергетика и откуда появилось это направление? Давно ли появилось? Кинергетика как направление появилась уже больше 40 лет. То есть во многих странах она признана таким нетрадиционным методом даже лечения. То есть ее основатель, австрийский кинезиолог, психолог Филипп Раферти, то есть объединил много направлений в одно такое течение, как кинергетика. Кинергетика — это вообще телесная энергетическая балансировка тела. Если говорить о том, что энергия — это эмоции, то можно сказать, что это телесно-эмоциональная такая балансировка тела. Потому что на нас же в первую очередь влияют эмоции, которые мы испытываем. Они приводят к выбросу определенных гормонов, которые потом уже влияют на наше поведение, и в том числе на тело. У нас либо какие-то мышцы сокращаются, либо наоборот расслабляются. И вот здесь, ну когда мы понимаем, как взаимосвязаны между собой движения, гормоны, эмоции, мысли, которые возникают в голове на определенную ситуацию, мы можем это балансировать и этим управлять. И вот что меня особенно привлекло в этом направлении, как все-таки такого традиционного психолога, скажем так, это как раз эмоциональный блок. Потому что я как телесно-ориентированный терапевт знаю, что любая непрожитая эмоция или любое сильное эмоциональное потрясение, будь то сильный стресс или травма, они все остаются в нашем теле в виде блока и зажима. И содержат в себе большую концентрацию как раз энергии. Потому что в тот момент, чтобы выжить, ну мы потратили это количество, ну чтобы продолжить нормально функционировать и жить дальше. Часто даже происходит, знаете, блокировка. Ну человек забывает, ну на уровне ума и сознания какие-то, ну очень травмирующие вещи, а тело помнит. И вот сейчас даже, когда я вот уже пятый год практикую это направление, бывают очень удивительные ситуации, когда тело показывает, в каком возрасте произошло потрясение при помощи определенного мышечного теста. Да, то есть и с какими эмоциональными состояниями это было связано. И потом многие клиенты звонят и говорят о том, что они вспомнили, да, что, например, было в этом возрасте. Или они спросили у родителей, и это действительно подтвердилось. Потому что наше тело, ну к сожалению или к счастью, не врет. То есть оно, как жесткий диск на компьютере, хранит всю информацию о наших прожитых каких-то тяжелых эмоциональных состояниях, потрясениях в виде, вот опять же, определенного набора симптомов. А вот вы сказали, что есть традиционные методы терапии и нетрадиционные, вот кинерджетика. А все-таки они как-то противостоят друг другу, противоборствуют, нет? Вот что меня привлекает, например, в кинерджетике, так как этот метод безметико-ментозный, он, я говорю, в худшем случае не поможет, да, то есть, но нет от него противопоказаний, нет от него ухудшения, да, то есть он может человеку подчеркнуть какие-то вещи, ну, направить на какие-то мысли, напомнить о каких-то эмоциональных состояниях, в которых мы часто, бывает, застреваем. Вот если человек, например, застревает в тревоге, то он будет тревожиться по любому поводу. И, как я говорю часто клиентам, я говорю, уже как будто бы тревога начинает формировать определенные события вокруг нас, которые начинают подтверждать нам эту тревогу. То есть вот мозг же наш вообще состоит, мне кажется, из двух половинок. Одна думает, вторая подтверждает, что думает первая. Вот если мы думаем о том, что я тревожная, да, то есть у меня много внутри тревоги, то вторая половина будет искать этому доказательства и подтверждения этого. Если, например, человек думает, что он классный, да, что с ним всё так, то вторая часть мозга будет искать этому подтверждения. Мы как бы направляем своё внимание на поиск подтверждающих факторов. И вот кинерджетика, она как раз позволяет сменить, ну вот как будто бы этот локус внимания с одной эмоцией, в которой человек застрял, где-то он поверил кому-то, что он тревожный, либо правда была ситуация, в которой было много тревоги. Но это не значит, что нельзя испытывать другие эмоциональные состояния. Но часто в силу того, что не хватает уже внутреннего ресурса выйти или подсветить, потому что в тяжёлые моменты мы как будто бы вниманием застреваем в прошлом. Мы всё время к этому возвращаемся, мы всё время держим там своё внимание, да, мы всё время пытаемся это проанализировать, отрефлексировать для того, чтобы забыть. И вот есть такое выражение, чтобы хорошо забыть, надо хорошо вспомнить. И вот на сеансе мы как раз вспоминаем всё такие забытые потрясения для того, чтобы человек мог как бы закрыть туда дверь и пойти дальше. А вот телесно-ориентированная терапия, это же традиционный метод работы в психологии, это не то же самое? Очень много схожего, но есть и различия в том плане, что кинерджетика — это многоплановая система, которая позволяет сбалансировать систему сразу на трёх уровнях. Вот когда человек приходит на сеанс, мы работаем и с эмоциональным блоком, который влияет на гормоны и который влияет уже на тело. Перед этим мы делаем кинезиологический тест, мышечное тестирование оно называется, так как у нас каждый орган тоже связан с определённой эмоцией. И этому даже есть подтверждение в наших, собственно, поговорках. Например, если человек злится на кого-то, то как у нас говорят? «В печёнках ты у меня сидишь». Есть же такое выражение, да? Или там не переваривают тебя, да, то есть желудок. Либо глаза мои тебя не видели, да, то есть таким образом мы как бы… Что-нибудь хорошее бывает. Подчёркиваю. У меня в душе, мы говорим, да, то есть показывая на душу. А вот, кстати, тоже хороший вопрос. Наш организм записывает как стресс и слишком радостные, ну такие эйфоричные переживания. Поэтому вот в чём фишка именно этого метода — это сохранить баланс. Ну, выйти в такой нулевой, нулевую отметку, чтобы человеку было спокойно повысить его стрессоустойчивость, так необходимую нам в настоящее время. И, знаете, недавно анализировала такую ситуацию, почему среди переживших войну, например, Вторую мировую, много долгожителей, согласитесь, но есть же ветераны, которые прожили достаточно долго. И мне кажется, что потому что всё, что они прожили тогда, по сравнению с тем, что, ну, как бы происходит сейчас, это не стресс. Вот если мы ситуацию, которую проживаем, не драматизируем, если мы можем о ней поговорить, мы не проживаем её изолированно, и если она не произошла внезапно, ну вот нет этих трёх факторов, то она телом не записывается как стресс. И мы можем говорить о том, что у человека, ну, высокий уровень стрессоустойчивости. А вот если мы, правда, по каждому поводу истерим и драматизируем, тогда, ну, мы говорим о низком уровне стрессоустойчивости. И вот кинерджетика, она как раз повышает стрессоустойчивость. Когда человек находится в балансе, когда ему, ну, спокойно, что он может с этим справиться, что у него есть на это силы и ресурс, да, то есть что он чувствует себя более стабильным, ну, если провести такую ассоциацию, он как будто бы стоит на двух ногах, ну, очень прочно и уверенно. А тем более, если у него ещё на уровне прям тела происходит расслабление тех вот спазмированных участков, когда, ну, он мобилизовался, когда он был в сильном стрессе, и для того, чтобы теперь вот сдерживать это напряжение, он на это тоже тратит колоссальное количество внутренней энергии. Последний теоретический вопрос. Дальше мы перейдём к практической части. Насколько распространена кинерджетика сегодня? Вот я вас представляла как первый сертифицированный специалист вот в этом направлении у нас в Самаре. А первый и единственный? Нет, на самом деле в Самаре есть ещё специалисты, психологи, коллеги, которые тоже практикуют это направление. И хорошо, что я не одна, нас много. То есть всё-таки достаточно распространено это? Ну, когда я училась 4 года назад, в России было 37 всего инструкторов, которые практиковали этот метод. Вот в психотерапии, в психологии вообще очень много методов и официально зарегистрированных, и неофициально зарегистрированных. И я считаю, что это очень здорово, так как у человека, во-первых, появляется возможность всё время искать что-то новое. А во-вторых, когда мы делаем что-то необычное для мозга, новое, мы используем какую-то практику, мы имеем возможность получить, правда, доступ к нашему бессознательному, а значит, нашему телу. Потому что мозг, он устроен таким образом, что он часто не пускает человека в любые изменения, потому что там страшно. А мозгу важно сохранить нас целыми. И бывает так, что даже какие-то хорошие изменения, ну, они считываются нашей системой внутренней, как небезопасно. Ну, надо там все стадии принятия против. Конечно. Но чем быстрее мы их проходим, и чем быстрее мы получаем доступ к ресурсам, тем быстрее они случаются. Потому что, например, вот знаете, такой, может быть, пример приведу, что если, например, да, то есть бабушка была в разводе, мама была в разводе, а дочь собирается, например, замуж, да, то это же новое для системы, что-то новое. А тем более, если был развод еще и не очень позитивный, эмоционально окрашенный, так видите, что это приводит не к очень хорошим последствиям. то мозг тоже начинает это записывать, ну, как опасную ситуацию. И часто так складывается, ну, что как будто бы оттягивается намеренно. Вот, ну, человек не может совершить вот этот переход туда, потому что это небезопасно. И таким образом проявляется тоже такая, ну, мышечная память, да, генетическая, что я не могу. И тогда, ну, бывает, знаете, либо живут всего год, да, то есть, ну, пока длится вот этот вот, ну, гормональный всплеск такой, химия, как ее называют, и человек расстается. Ну, чтобы подтвердить, опять же, ту систему, про которую я говорила, что, ну, как бы брак ничего хорошего, да, хорошее дело браком не назовут. Либо, ну, как бы опять не пойти вот туда, потому что страшно. И мозг стремится вернуть систему к определенному гомеостазу. Да, хотя любая система одномоментно стремится к развитию. И, например, создание более, ну, уже успешного брака, скажем так, да, хорошего, прочного союза, это может быть таким качественным изменением и для дочери, и потом, в последующем, для ее детей. И как помогает кинерджетика на данном этапе? Вот когда мы это поднимаем из тела, ну, на уровне эмоций, и, ну, вспоминаем, а кто что говорил по этому поводу, да, то есть в какие моменты, возможно, тоже были какие-то потрясения, связанные с неудачным, ну, партнерством, например, да, а может быть, было какое-то насилие со стороны мужчин, а может быть, ну, где-то были неудачные попытки партнерских отношений, тогда человек может этим управлять. Вот все, что мы поднимаем в сознание, мы можем этим управлять. Все, что живет в нашем теле, все, что записано, ну, как на жесткий диск, мы этим управлять не можем, к сожалению. Это нами управляет. И это же заставляет нас, например, эмоционировать в какие-то моменты, да, потому что в этот момент происходит высвобождение вот этой неконтролируемой энергии. Поэтому чем больше в психологии, в психотерапии, в телесно-ориентированной терапии методов, ну, тем лучше для человека, тем больше у него возможностей, опять же, для изучения самого себя и преодоления вот этих шаблонов нашего ума, которые он тоже выстраивает для того, чтобы, ну, не дать случиться каким-то определенным вещам и каким-то определенным изменениям. А здесь еще, используя мышечный тест, мы видим, что правда, вот, знаете, человек приходит, у него мышцы работают, ну, вот, одним образом, да, они, например, слабые, а уходят, мышцы по-другому работают. Вот расскажите, как это работает, что за мышечный тест, и как вообще это возможно? Ну, мы же можем, например, держать руку. Ну, вот, к сожалению, не могу показать на вас, да, но вот на себе покажу. Если, например, я, например, буду думать о себе о том, что я хорошая, у меня все получится, да, то моя мышца, как вариант, будет крепкая и сильная. Моя мысль вызывает у меня приятные ощущения, она вызывает, ну, выработку окситоцина, ну, никак не там, не адреналина, да. Да, вот если я, например, начну думать о том, что у меня ничего не получится, я неудачник, что я плохо говорю, что что-то непонятно, то я начну себя осознанно загонять в состояние стресса. И вот здесь, особенно когда на других показываешь, обычно мышцы становятся слабее. То есть вот определённые наши тоже мысли или определённые ситуации... Бывает же наоборот когда, да? Бывает. То есть есть же ещё люди, которые наоборот на адреналине привыкли, ну, как бы жить. Они всё время находятся в напряжении, им всё время надо быть в состоянии вот этой мобилизации для того, чтобы выживать. Но каждая мышца ещё же связана с определённым органом. И, например, да, на сеансе мы тестируем и руки, и ноги, да, то есть сеанс лёжа проходит на кушетке. И вот когда, ну, получается, правда, выявить, да, в каком эмоциональном состоянии человек пришёл, и когда уходит совершенно в другом, ну, вот это очень большая ценность в наше время, потому что я бы отнесла кинерджетику к таким краткосрочным методам терапии. Ну, в наше время нам же быстро всё надо. И когда человек уходит в балансе, то считается, что тело само себя восстановит, потому что мы достаточно всё равно имеем очень большую способность к самовосстановлению. Человека не так-то просто убить. То есть мы очень адаптивные и очень выживательные существа. Ну, грубо, может быть, сказала, да, но всё-таки наш вид, он имеет высокую степень адаптации к меняющимся условиям. Но в наше время очень ещё же популяризирована вот эта история со стрессом. Да, у нас игрушки антистресс. Глядя на наших детей, можно понять, что они живут в сплошном стрессе, хотя мы уже проговорили, что стресс не записывается как стресс, если он не драматизируется, не изолируется, и он не внезапный. Поэтому в эту тему я даже всегда говорю, вот ОГЭ и ЕГЭ, но тоже, если это не драматизировать, то это не будет стрессом для тех же выпускников, так как это не произошло для них внезапно. Они к этому готовятся всё 11 лет. Об этом можно поговорить с учителем, со своими одноклассниками, с родителями. Слава богу, не часто, но бывают такие случаи, когда в момент сильного эмоционального потрясения система блокирует доступ к знаниям, например, да, и человек забывает всё, что он учил в школе с репетитором, и он приходит на экзамен, ну вот в сильной вот этой тревоге. Поэтому, когда мы заранее повышаем стрессоустойчивость, балансируем систему, то человек приходит туда более спокойный и уверенный. А вот вы ещё сказали, что каждая мышца отвечает, вот в каком году произошло то или иное событие, это как работает? А вот представляете, в этом и заключается такой момент, что когда на протяжении сеанса, то есть тестируется тоже мышца, и когда мы ведём отсчёт по ленте времени, то есть мы прям идём по годам, да, то есть начиная от текущего возраста человека до момента его зачатия, то в определённый момент мышца либо расслабляется, либо сокращается. Одна и та же какая-то мышца. Ну да, мы тестируем одну, за руку я держу, вот, человека. И когда, например, спрашиваешь, а вот такой-то возраст, такие-то эмоции, человек говорит, да, действительно, там, в этом возрасте, например, у меня был развод или там, ну, был переезд или ещё что-то, да, то есть в зависимости от того, ну, что в этот момент происходило. И на уровне прям тела и психики происходит расслабление, что всё, ну, ты уже выжил. Вспомнил это. Вспомнил, да. Тогда, да, тогда эта эмоция была необходима для того, чтобы выжить, справиться. Но сейчас уже другое время, да, уже настоящее, и уже можно испытывать другое эмоциональное состояние. Потому что, согласитесь, когда происходит что-то тяжёлое, ну, в жизни, например, потеря ребёнка, то как будто бы блокируется потом на всю последующую жизнь способность, ну, испытывать состояние вот такой вот радости, удовлетворения. Потому что человек застревает вот в этом тяжёлом, ну, вот в этом, в этой печали, в проживании вот этого горя. И иногда не хватает собственного ресурса для того, чтобы допрожить эту травму и выйти оттуда. Энерджетика помогает и с этим справиться тоже. Ну, здесь идёт какая-то проработка сразу ситуации. Вот вы выясняете, что мышца сокращается, что-то произошло в этом периоде, и вы начинаете уже дальше терапию. И когда человек об этом говорит, мы это, ну, расслабляем на уровне тела, да, у человека, ну, освобождается от этого. Потому что часто вот эти стрессовые ситуации, они проживаются как раз-таки изолированно. Да, когда мы не можем поговорить об этом тяжёлом. И человек, ну, всё время это крутит внутри себя, ну, накручивает, как у нас говорят. И тогда это всё время остаётся в теле в виде напряжения. А потом хоп, тут заболела, да, и раз, там заболела. Поэтому в отношении брекетов, например, тоже стресс для тела, да. То есть, ну, когда мы подходим к этому осознанно, что это, ну, не драматизируется, не проживается, изолировано. И мы можем это расслаблять, например, при помощи той же кинерджетики или остеопатии. Ну, когда принимаем просто. Конечно. То, ну, мы прикладываем просто какие-то усилия и воздействия для того, чтобы это скомпенсировать. Да, и тогда нет в дальнейшем проблем с этим, скажем так. А когда человек, ну, как бы не проводит вот эту гигиену, да, психики и тела, то это накапливается. И в какой-то момент, ну, вот если у телефона память забивается, у него заканчивается объем, то телефон что говорит? Почистите кэш, да, то есть, ну, удалите ненужные файлы. Работать не буду. Ну, по крайней мере, в том, как бы, функционале, который предполагается. С психикой происходит то же самое. И бывает так, что, знаете, вот есть определенный объем, определенная стрессоустойчивость у человека. Он выдержал, например, там, один экзамен, выдержал второй, выдержал третий, поступил. А потом произошла какой-то банальный ответ у доски, где он, например, не справился с эмоциональным состоянием. Это же не говорит о том, что, ну, человек настолько, вот, эмоционально нестабилен. Это просто говорит о том, что у него закончился объем, да, то есть психика заполнена, ее надо выгрузить. Вот раньше для того, чтобы справиться вот с гормонами стресса, которые попадают в кровь, ну, тот же адреналин, норадреналин, кортизол, было много физической нагрузки. Ну, люди носили воду, рубили дрова, копали огороды, ну, тратили. Ну, и сейчас спортом рекомендуют заниматься в эти моменты. Конечно, ну, это же сколько процентов? Ну, это просто переключает внимание, наверное. Это позволяет потратить выбросившийся адреналин. А вот если мы его никак не тратим, а часто как люди справляются со стрессом? Ну, они либо вкусненько поели, либо посмотрели сериальчик, полежали на диване. Они никак его не потратили. Где он остался? В теле. Да, и тем самым, ну, то есть уровень все время повышается, повышается, и иногда это достигает, ну, какой-то критической отметки, и психика не выдерживает. Выписываются, например, антидепрессанты, да, для того, чтобы либо добавить гормонов радости, либо вывести адреналин из крови. Поэтому вот кинерджетику можно отнести к такому безмедикаментозному антидепрессанту. Получается, этот метод будет эффективен для тех, кто понимает, что что-то не то, но не знает, где и в каком месте надо копать. Да, ну, то есть здесь нам в подсказку приходит тело, которое никогда не врет. И никакая аппаратура не требуется, просто достаточно за руку держать? Ну, здесь, конечно, аппаратура является наше тело. Да, и вот здесь, ну, надо отдать тоже должное, что, ну, не все до конца могут, ну, например, поверить и довериться. Это тоже важный такой аспект, что человеку для того, чтобы все-таки от чего-то избавиться, да, у него должна прийти вера. Тогда у него появится уверенность в том, что ему это тоже поможет. И если, правда, человек, ну, привык доверять, ну, традиционным методам, и это здорово, да, тем же таблеткам, и все их хотят, да, то есть и в них верят, тогда они наверняка помогут. Но если мы, например, уже перепробовав все, ну, понимаем, что что-то не работает, да, то есть где-то все равно есть какой-то нюанс, который я не могу никак поймать, то, может быть, мне воспользоваться каким-то другим методом, да, и вот здесь, ну, приходит на помощь все-таки психология с ее различными методами, телесно-ориентированная терапия. И иногда вот эти инсайты, они, правда, помогают человеку поднять на уровень сознания тот блок, который ему мешает, например, двигаться дальше, или который сейчас, ну, очень сильно в реальной жизни фонит и не дает тоже возможности почувствовать радость, интерес, вдохновение. Потому что все-таки мы живем в то время, когда, ну, очень много внешних изменений, которые, правда, можно записать как стрессовые. Зоя, ну, у нас выпуск подходит к концу. Может быть, в завершении программы какой-нибудь секретик еще? Что за что у нас отвечает? Ну, вот, например, да, если вспомнить, что если у человека болит поясница, ну, там у нас находятся почки и надпочечники. То есть они как раз и вырабатывают гормоны стресса надпочечники, да. И, возможно, человек точно чего-то боится. И вот здесь важно понаблюдать за собой и, может быть, честно выписать, чего я боюсь, в чем я чувствую себя неуверенно. Потому что, согласитесь, видели когда-нибудь, когда, например, мама боится своего ребенка на пляже, то она стоит и невольно держит руки, ну, на талии. Тем самым она поддерживает свои почки, да. То есть она дает себе дополнительную поддержку и уверенность в том, что она это проживет и с этим справится. Потому что наше тело, оно вообще очень говорящее. И оно нам вообще всегда друг и помощник. И когда мы понимаем, чего мы боимся, для чего нам сейчас этот страх, от чего он нас защищает, тогда приходит у человека осознанность, и он может этим управлять. Спасибо большое, Зоя, за интересную беседу. На самом деле захотелось даже побольше еще узнать про эту кинерджетику. Все-таки наш организм такие тайны в себе хранит, в которых хочется разобраться побольше. Что, если правда, ну, есть какие-то, ну, вот, интересные методы, которые тоже работают и помогают. Наверняка есть. И я точно знаю, что есть. Ну, на сегодня мы заканчиваем нашу программу. Спасибо большое за рассказ о кинерджетике. На сегодня это все. Вы смотрели программу «Разговор по душам». Будьте здоровы и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok